И вновь депутаты Джоурху Кенеша намерены добиться принятия закона о пересадке органов в частных клиниках. Почему вновь? Потому что в 2016 году в парламенте уже поднимался данный вопрос. Спустя три года закон снова рассматривается нардепами. Отметим, Минздрав выступает категорически против, потому как есть опасение, что закон создаст условия для похищения взрослых, особенно детей, чтобы продать определенные человеческие органы. Страшно даже говорить об этом, но давайте обсудим все за и против. Телеканал НИУ-ТВ, прямой эфир. Я Елизавета Болбакова. И будьте с нами. В гостях у нас сегодня Тухторов Алмазбек Сатеевич, депутат Джоурху Кенеша. Здравствуйте, Алмазбек Сатеевич. Спасибо, что пришли, уделили время. Также у нас в гостях Султан Газиев Айбар, глава общественного совета премии Здравия Кыргызской Республики. Здравствуйте, Айбар. 56 56 72. Звоните, задавайте свои вопросы нашим гостям. Начнем, наверное, с вас, Алмазбек Сатеевич. В 16-м году экс-президент Алмазбек Атамбаев категорически был против данного законопроекта, мы помним, и отправил его на доработку. И спустя три года парламент вновь поднимает этот вопрос. Почему? Скажите, насколько важно в стране принятие данного документа? Сначала я хотел бы уточнить формулировку. Категорически против он не был. Но он раскритиковал данный документ? Нет, он попросил внести дополнение и изменение. Так, категорического вета не было. И со стороны Министерства здравоохранения на данный момент тоже категорического вета нет. Есть позиция Министерства здравоохранения по расширению полномочий правительства по контролю за этот закон, касается частных клиник. Поэтому они просят отразить в этом законе в той части, в части ответственности частных клиник и контроль, расширить контрольные полномочия со стороны правительства Кыргызской республики, чтобы этот вопрос был под контролем всех органов власти, включая и ГКНД, и правоохранительные органы. Почему? Потому что этот вопрос в мире очень остро стоит. Не все страны разрешают делать пересадку органов. В некоторых странах категорический запрет. По оценке ВОЗ, на сегодняшний момент, по оценке ВОЗ, в мире делается около 10 тысяч нелегальных подпольных пересадок органов человека. Я думаю, что эта планка, вернее, эта цифра занижена, скорее всего, это устарейшие цифры. Сейчас на примере нашей республики мы знаем, что даже в нашей маленькой республике в год делается очень много пересадок органов человека. За три года какие дополнения и изменения внес парламент? Ну, парламент, вот президент вернул закон на доработку 19 января 2016 года. Этот вопрос был вынесен на рассмотрение Джоорг Кукиниша в начале этого года, в конце прошлого года, по-моему. И вот Джоорг Кукиниш создал согласительную группу, в которую вошел я тоже от нашего комитета по социальным вопросам. И вот группа депутатов вошла в этот комитет, и мы сейчас вырабатываем, занимаемся выработкой, ну, согласительной комиссии, значит, выработка приемлемых требований. То есть правительство выражает свою позицию, мы выражаем свою позицию. Наша позиция заключается в чем? Мы хотим ускорить этот процесс. В целом депутатский корпус, я думаю, прогрессивная общественность наша, тоже поддерживает принятие этого закона. Ну, недоработки есть, их надо устранять. Ну, вот вы отметили как раз-таки про общественность. Айбар, расскажите, пожалуйста, как общественность вас приняла, потому что мы помним, в 2016 году она была бы категорически против этого принятия данного закона. Вначале хочу просто системно, что происходит сейчас. Просто вот кроме данного законопроекта есть еще закон о частной медицине. Года 3-4 назад были приняты законы, освобождающие частные кардиологические клиники от налогов. То есть общий тренд такой, что частная медицина, сектор частной медицины, он расширяется, он укрепляется, у него появляются ресурсы, чтобы проводить более, скажем так, наукоемкие процедуры. Они вкладывают средства, то есть есть уже накопленные капиталы. И это такой закономерный нормальный процесс, и будет происходить постепенно. Это же рынок, это же тоже прибыль, и обычно на здоровье достаточно хорошие доходы идут. Поэтому постепенно этот процесс все равно будет происходить путем лоббирования и так далее. И где-то будет какой-то достигнут баланс между государственной, частной медициной. Вот эти вещи происходят, с одной стороны, вот в этом контексте происходят. С другой стороны, вот поэтому, если конкретно по закону трансплантации говорить, понимаете, мы отметили две вещи, самые ключевые. Первое, это что контроля над медицинскими, частными медицинскими учреждениями, аптеками в стране практически сейчас нет. Они приравнены к субъектам обычного бизнеса, таким, как, я не знаю, швейный цех, павильон торговый, там, продуктами или какими-то вещами народного потребления. И государство, Министерство здравоохранения не способно их контролировать. То есть, чтобы проверить, надо за 10 дней отправить уведомления, выдал лицензию и больше не проверяется. Есть мораторий на два года на проверки субъектов бизнеса, а это тоже субъекты бизнеса. Поэтому, вот в этом контексте, скажем так, нету контроля, а когда мы говорим о таких серьезных уже вещах, как трансплантация, и это органы человека и так далее, это проблема. Второй контекст, это вопрос, вот обсуждался и на прошлом кругом столе, безопасности. То есть, мы знаем недавние случаи возбужденных дела по продажам детей из роддомов, включая частные центры, да, в основном происходили. И сколько лет это происходило, насколько глубоко это укоренилось, ведь там высокие доходы. То есть, вот наша, ни система здравоохранения не может безопасности, ни правоохранительные органы, ни судебные органы. Мы вот говорим о том, что, ну да, вот сейчас возбудили дела, и кто-то начинает уже условно освобождаться, кто-то там под подписку о невыезде. То есть, нету ответственности за совершенное преступление. И наша милиция, насколько сможет обеспечить безопасность граждан, мы тоже не знаем. То есть, я согласен с Алмазбек Сатевичем, вот фраза у меня такая будет, что трансплантация нужна. Да, эта услуга нужна, и граждане в ней нуждаются, но создать условия, прежде чем вводить вот в частных клиниках трансплантацию, до этого нужно, то есть, решить комплекс проблем, внести много изменений в законодательство, в уголовные кодексы и так далее. Продажа органов – это, ну, один из трех самых, ну, нелегальных видов прибыльного бизнеса, как торговля наркотиками, оружием и торговля людьми, в том числе и органами. Поэтому, вот в этом контексте нужно еще прорабатывать, и только после этого, ну, принимать вот такие вот законы. Ну, вот вы ранее говорили нашим коллегам, что идет некий такой сговор между депутатами и бизнесом. Я, вот смотрите, предполагаю, просто считаю экономически, граждан Кыргызстана нуждается, допустим, там, на сегодняшний день около 400 человек. Примерно, если расчет прибыли, что получат частные компании, проведя трансплантацию для 400 человек, и вложения, которые сейчас на первом этапе, там, надо вложить, там, миллион-два долларов, да, они не окупаются затраты, вот, за счет только 400 граждан. Потом, конечно, будет 50, там, человек в год, 100 человек в год, может быть, и частный бизнес не сможет окупать. За счет чего он будет окупать? Вот у меня такой вопрос возникает. За счет привлечения граждан другой страны, ну, есть уже такие мировые центры, как Турция, Индия, которые специализируются и организовала большой потоп, и они вышли на уровень рентабельности. Значит, для чего, и мы предположили, почему вот активность, с чего вдруг взяли, и вот третий раз этот закон продвигается, с чего он возникает? Очевидно, есть какое-то определенное лобби, лобби, которое частный бизнес обладает ресурсами, это, как бы, нормально, они занимаются лоббированием, и тут нужно уравновесить бизнес-интерес и интерес общественных граждан, то есть в той части, где нужно обеспечить безопасность. А вот Амазбек Сатевич, как отметил Айбар, да, действительно, у многих возникает вопрос, нет ли здесь интересов других, возможно, ли есть. Вы как можете... Ну, тут разговор зашел в лобби. Что есть, какое-то? Наука. На русском языке. Я, например, вот работая в соцкомитете, я всегда стараюсь придерживаться такого мнения, чтобы у нас развивалась наука, чтобы наука, чтобы мы не скатывались в Средневековье, чтобы у нас не превалировали такие мнения, что вот мумию хранить в музее нельзя, нужно захоронить, что вот такие-то вещи проводить нельзя, что в медресе надо учиться. Поэтому я всегда за науку. В данном случае, почему я занялся этим вопросом? Потому что здесь, ну, Айбар Мурза правильно сказал, что бизнес, он всегда стоит в углу развития своего бизнеса тоже. Ну, это тоже можно понять. Здесь их логика какая, вот частных клиник. Они говорят, что мы готовы, оборудование у нас есть, материальная база есть, мы готовы начать трансплантацию органов пересадкой, заниматься пересадкой. То оборудование, которого нет у государства, у них уже есть. Вот. И здесь еще такой момент, у нас медицина немножко начинает отставать. Если мы будем постоянно уповать на госсектор в медицине, то мы будем в хвосте всегда, наши больные будут уезжать. Сейчас у нас точной цифры нет, но есть очень много людей, которые выезжают в медицинский туризм, в другие страны. Причем в такие дорогие страны, как в Японию, в Корею, в Германию. Вот. Выезжают, там обследуются, там оплачиваются эти услуги, там пересаживают органы или там сдают анализ, лечатся, вот такие моменты. Поэтому госсектор, он немножко отстает. Этот закон, он был принят, задумка об этом законе была давно. Но сейчас государственные клиники имеют право проводить пересадки органов. Но частным клиникам пока не разрешено. Вот. Весь вопрос, когда я разговаривал с министром здравоохранения, и с Батролеевым Толбеком Абдулловичем, и с Чопан Баевым Космобеком Саревичем, они говорят, весь вопрос не в том, что бизнес лоббирует или что, что от нашего сектора уходят больные. Весь вопрос в том, что кто будет выхаживать этих больных, кто будет нести ответственность после операции. Вся операция-то занимает 15-20% от всех усилий, которые направлены на лечение этого больного. А основной момент — это выхаживание после операции. Кто будет нести ответственность за послеоперационный период. Вот. Сегодня свежие данные — 320 человек, которые пересадили органы в других странах, в основном других странах. Из них около 40, меньше 50 в наших НИИ хирургии сердца. И Ахмадед, у нас два медицинских утверждения, которые проводили операции. Операции хорошие, нормальные, выживаемость вроде хорошая, на уровне мировых стандартов. Но вот послеоперационный период, они говорят, ответственность частных клиник, потому что частные клиники, они думают, что сделают операцию, и дальше будет ответственность правительства. Вот этот момент нужно урегулировать. Я с этим согласен. Но я согласен. Вот Айбар Морза сказал, что стоимость, да, вот стоимость, она такая, себя не будет окупать. У нас идет рост, причем стремительный рост. Тех же больных гемодиализа, вот все, кто с этим сталкивался, они знают, что каждый год очень высокие темпы прогрессии количества больных. А они постоянно, это большая проблема. Бюджет Министерства здравоохранения, очень большая доля этого бюджета уходит на компенсацию вот этих лечения гемодиализа. Поэтому вот этот вопрос нужно решать. И у нас, если на данный момент зарегистрирована где-то потребность в четырех стах, в десятках, да, я не знаю эту цифру, но в перспективе это будет больше. Поэтому мы должны быть готовы, чтобы наши доктора, наши хирурги, те, кто имеет отношение к этим технологиям, они должны быть на высоком уровне. Я продерживаюсь этого мнения. И здесь не лобби бизнеса, а именно вот эти моменты, потому что в Таджикистане, в Таджикистане они уже делают пересадки успешно. Наши больные ездят туда. Наши больные ездят в Пакистан. Я знаю, в каких условиях там делают, в Индии делают, в Турции делают пересадки. И какие документы при этом, при вывозе донора, какие документы подделываются в системе госрегистра, как апостелируется через Минюст. Это очень криминальные такие схемы. Спасибо. Амазар Шоцкий, спасибо. Вот, Айдар, действительно, необходима пересадка почки, печени. С каждым годом увеличивается число граждан, которые действительно нуждаются в трансплантации. Но для кого-то это шанс обрасти жизнь, а для кого-то, возможно, после принятия этого закона, ваши коллеги отмечали, это шанс лишиться ее. Почему? Я абсолютно согласен с вами. Допустим, 200 человек у нас в год будут нуждаться в будущем. Сейчас накоплено, правильно говоря, 1400 человек. И, в принципе, конечно, хорошо бы всех им трансплантировать. Понятно, что они в любом случае будут делать это за свой счет. Вот, а потом будет потребность ежегодно, там, 200, там, может быть, с небольшим нарастанием. Армения пошла по очень интересным путям. Она на более 50% компенсирует операцию граждан по трансплантации органов. Это было недавно, вот уже при новом премьер-министре. Это один из путей, который мы могли бы выбрать в нашей стране, да? Во-первых. Во-вторых, когда мы говорим о гражданах, нуждающихся в трансплантации, мы должны говорить о наших обычных гражданах, которых могут украсть, которые пропадают. Ну, вот мы еженедельно в Фейсбуке появляется хотя бы один подросток, который пропал. И процент нахождения этих людей, которые пропали, он не такой высокий. Куда они пропадают? Мы не знаем. И вот в прошлый раз я говорил про этого мальчика, дай бог, конечно, потому что они сидели и говорили, что хотят выкупа, вот про Данила, да, там, не знали даже сумму выкупа, может быть, они выполняли чей-то заказ. Мы не знаем, на что, куда они хотели украсть. То есть, в первую очередь, есть принцип медицины не на вреде. То есть, в первую очередь, мы, заботясь о чем-то, мы не должны подвергнуть более высокому риску других. То есть, мы говорим о том, что система безопасности, она абсолютно не выстроена. Мы говорим, что контроля, вот законодательно, мы просим и депутатов, и так далее. Измените подходы к контролю частного бизнеса. Введите так, что берем часто там Запад, Турция, там всех пример берем. Любое нарушение в частной клинике в западной стране ведет к лишению лицензии пожизненной, лишению лицензии самого врача, огромным штрафом. Почему мы эту сторону не говорим? Давайте мы законодательно изменим метод проверок частных центров. Почему никто, все избегают этого? То есть, хотят вести трансплантацию, пока нету контроля. Это может быть так задумано специально. Давайте мы улучшим контроль в системе Минздрава, там, правоохранительных органов. Вот эти все частные центры должны подчиняться. Мы в ближайшее время будем говорить о том, что мы видим через границу огромным потоком идут контрабандой лекарства, непонятно какого качества. Эти же лекарства закупаются государственными медицинскими учреждениями. В частные медцентры, получившие однократную лицензию, это пожизненная лицензия, понимаете? Лишить ее, это надо этапы всего судебного процесса, до Верховного суда пройти, чтобы один стоматологический кабинет лишить лицензии. То есть, как можно вот в этих условиях поднимите вопрос о проверках, поднимите вопрос о более жестком лицензировании, о тайном клиенте и о мерах, которые это же они не какие-то товары продают народу, они занимаются жизнью граждан. Вот после этого мы говорим об этом. Нуждающиеся граждане заключите договора с Таджикистаном, с Турцией, вот есть квоты, да, в Турции летают. Облегчите бремя граждан. Это вот один момент большой. И второй момент. Я согласен в том, что вот наука и так далее, финансирование здравоохранения, оно критически низкое. И нужно поднимать и правительству, и депутатам, все избегают. Это непопулярная мера. Была небольшая попытка. У нас сбор страховых взносов 2%. Ни в одной стране такого нет. У нас недобор денег в систему здравоохранения до 5% поднимайте. То есть, чтобы государственные и частные могли конкурировать, государство должно платить частникам, но платить ту цену, которой частники согласны. Они за те смешные деньги, которые сейчас даются государственным медучреждениям, они не будут работать. Они не будут работать в системе страхования. Вот этот компонент нужно решать до того, как... То есть, тогда мы в равные конкурентные условия поставим и государственные учреждения, и частные учреждения. Это принципиальный вопрос, который нужно поднимать. Но каждый раз у нас выборы. Сейчас попробую сказать, что у вас там зарплата вместо 100 сумок будут на медицинское страхование 200 сумок забирать. Это будет повод для митингов. Поэтому все избегают этого. Но за здоровье надо платить. И те сторонники развития частной медицины, я говорю, что никто не спорит. Но пока этих возможностей нет, потому что не хватает ресурсов. Вы сами заметили, что инициаторы данного законопроекта отмечают, что состояние наших больниц, состояние центра трансплантологии очень плачевное. И вот каждый раз мы говорим о том, что госсектор не справится. У госсектора нет условий, нет ни ресурсов. Вот как решить все-таки этот вопрос? Я всегда говорю, в том числе и депутатам, несколько депутатов месяц-два назад выступили, почему не купили машину скорой помощи для Минздрава, еще для кого-то, еще что-то не закупили. Ребят, вы в ноябре, в декабре утверждали бюджет. И я поднимаю протоколы, мы же просто умеем читать, я смотрю протоколы комитетов и так далее, там нету поручений. И никто не отследил, даже если вот за 17-й год там была куча поручений от ЖК, никто не отследил, что правительство обязано выполнить, закупить машину скорой помощи. Пришел январь, февраль и март, и начинаются вот эти популистские выступления, вы почему не купили? Вы почему не заложили в бюджет эти деньги? Правительство не додает системе здравоохранения ежегодно 3 миллиарда сомов, как минимум. Это по тем ставкам, которые сегодня есть. Правительство обязано выделить, там есть правила, по которым они 13% должны быть, не выделяют. Вот в этом случае госсистема начнет укрепляться, у них хронически не хватает ресурсов. Даже из тех, которые есть, им не додают. Я вот сравнил 17-й и 18-й год, на 180 миллионов сомов меньше лекарств закупили. Из того, что положено было. А у нас, кстати, еще вот, если говорить о данном законопроекте, в случае принятия этого закона, он не должен навредить действительно общественности, да, и должен работать только во благо народа, да. И все-таки вот эти вот изменения, как вы думаете, роль и ответственность данных частных клиник не навредит ли здоровью и безопасности наших граждан, как отмечают эксперты в сфере медицины. Здесь по-русски это называется «истина посередине». Айбар Мурза, он выступает, как надо быть, он всегда говорит, как должно быть. Мы исходим из реалий, из реалий. То, что есть, из тех возможностей, которые есть. И из тех возможностей, из той ситуации, которая есть сейчас, мы исходим, и наша позиция вытекает. Вытекает позиция, что нужно поддержать этот закон, но с учетом мнения соответствующих ответственных структур. В данном случае Министерство здравоохранения. Вот сейчас был разговор о том, что в сторону надо пересмотреть законы, нужно пересмотреть какие-то условия, создать. Вот из тех предложений, которые предлагает, вот я в согласительной группе работаю, из тех предложений, из всего количества этих предложений, которые предлагает Министерство здравоохранения, 90% касается подзаконных актов. А подзаконные акты — это прерогативы правительства, которые правительство должно издавать. Это постановление правительства, инструкции, какие-то положения, вот это все, прерогативы правительства, оно должно работать. Но почему форсируем этот закон? Я сразу сказал свою позицию. Мы будем этот закон стараться принять, чтобы инициировать подвижки со стороны правительства, чтобы правительство заработало в этом направлении, чтобы ответственность каждого ведомства. Вот, например, вот сейчас конкретно по нашей части нам вменяется, что редакция в новых кодексах, уголовно-процессионный кодекс, он предусматривает за принудительное пересаживание органа, то есть за принудительное изъятие органа, наказание до трех лет лишения свободы. Поэтому я здесь согласен, на эту сторону ужесточения обязательно, это мы будем пересматривать. Мы внесем это предложение, что за это нужно очень большие сроки давать, потому что три года — это что? Это у нас мы добьемся того, что у нас частная черная трансплантология здесь развится, да, на этом фоне. Поэтому я в этом плане согласен. В части той, что простые люди, все должно быть ориентировано на простых людей. Мы из этого и исходим. Вот в данный момент простой человек, человек, который нуждается в пересадке, что он делает? Он собирает родственников, обращается в сетях к общественности, собирает деньги, едет в чужую страну с донором, там делает пересадку, он приезжает. Тут элементарно, если посчитать, та же переезды, это очень тяжело для больного самого, в первую очередь. Во-вторых, материально переезжать, жить там в гостинице, потом оплачивать все это в другой стране, это очень дорого. Поэтому если это все будет проходить у нас, в наших условиях, в Кыргызстане, то вот эти затраты, они автоматически исключаются. Правильно? Переезды, все это. Это будет снижение цен. Снижение цен. И что я еще хочу сказать? Я еще хочу сказать, вот здесь нужно, как по-русски это говорит, за высокой целью нельзя выплескивать ребенка. Вот цель должна быть, трансплантология по-большому нам нужна. Пересадки люди нуждаются, им нужно облегчить ситуацию и в то же время обезопасить тех людей, которые могут подвергнуться принудительному, без согласия, изъятию органов. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его приимем. Вы в прямом эфире нашего телеканала, можете адресовать вопросы нашим гостям. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я пробовал исследование, получающуюсь, пробовал. Мне вот интересно, если частным клиникам разрешат проводить такие операции, то пересадка эта будет, наверное, очень в дорогое удовольствие. И насколько это вообще безопасно? Вот, например, откуда мы узнаем, чьи там органы и так далее, да? И мне кажется, что сейчас просто дороги открываются бизнесменам и вообще непонятно, каким клиникам. Спасибо вам. Здесь этот, не надо бояться, когда говорят частники, не надо бояться. Если бы у нас государство было бы богатое, если бы у нас были все условия, тогда бы мы автоматически все это переходило бы и дотации были бы, да, какие-то компенсации были бы, и государство само бы проводило операции, послеоперационный период, и препараты, которые после пересадки иммуносопрессоры, ну, в данный момент иммуносопрессоры закупает Министерство здравоохранения. Но в полном объеме помощь государство не справляется и не может оказать в полном объеме. Поэтому наши люди вынуждены выезжать в другие страны. Я вот просто добавлю, ну, мы вот размышляли, да, допустим, разрешили, кто будет донор, где это прописано. То есть вот эти вот вопросы необходимо было бы решить, да, тоже как-то в законе прописать еще что-то, потому что у нас есть такой, ну, человек вот загружен кредитами. Даже это исключим воровство, это будет первое, там, кража людей и так далее, он обременен кредитами. Он подпишет все бумаги и скажет, я продам одну почку, чтобы закрыть кредит. И много историй, когда там про Индию говорят, там есть население, поселки, где люди с одной почкой проживают, потому что они все продали, чтобы просто как-то выживать, да. Это один из примеров такой косвенных, что может происходить. И вот, когда мы говорим о трансплантации, ну, во-первых, на базе государственных учреждений можно было бы развивать, укрепляя инфраструктуру и так далее. Во-вторых, мы говорим о том, что подготовки остальные, ну, да, вот Алмазбек Сатевич говорит, что ряд есть подзаконных нормативных актов, но и правильно указывать, что базовые, то есть те, которые введены в парламент, уголовный контекст, другие законы комплементарные, которые связаны с этим. Покажите весь путь. И вот я еще раз говорю, покажите базовое, когда полностью изменится подход к контролю за медицинскими учреждениями. Это, вот, это не должно происходить на уровне, допустим, нормативного акта, потому что нормативные акты каждая правительство меняет. И это происходит очень быстро, и они подстраивают под себя, там даже некоторые законы там проходят, да, там, вот. И я думаю, что мы должны вот эти вот вещи решить, пока, все-таки, то есть не уходя от тем, пока мы не гарантируем, что и медучреждения добросовестно работают в условиях добросовестной конкуренции и прозрачности. И наши правоохранительные органы готовы, и законодательство позволяет. На самом деле, уголовный кодекс, с одной стороны, он стал репрессивный, с другой стороны, он в некоторых частях он очень слишком гуманный стал. То есть, такие, условно назовем, преступления против человеческого вот дают три года. А некоторые преступления, скажем, правонарушения, да, они облагаются там огромнейшими штрафами, что, по которым видно, что человек гарантированно сядет. То есть, нужно порядок наводить, вот, вначале. Ну, вот вы отметили, да, Амаза Ксатевич, что сейчас работает согласованная комиссия, да? Согласительная, да. Согласительная. Вот расскажите, какие работы вы сейчас проводите, и вот действительно ли учитывать мнение общественности, как говорит Айбар? Ну, здесь этот, действительно, я вот сейчас понимаю, что мне надо было проглашать журналистов тоже на заседание согласительной комиссии. Но мы провели всего два заседания, и на этих двух заседаниях мы поставили задачи перед каждым участником этой комиссии. То есть, перед Министерством юстиции разработку нормативно-правовых актов, перед Министерством здравоохранения, какие меры они, как эксперты, они видят, нужно решить вопросы, чтобы этот закон заработал. Нет, не так, чтобы тупо протащить этот закон. Нет. Мы хотим решить, поэтому и согласительная комиссия, чтобы все исполнили свою работу. Я здесь еще больше скажу, что параллельно идет закон о частномедицинской деятельности. Среди авторов я тоже там присутствую, поэтому и там есть норма о механизме отзыва лицензий. Не так, чтобы процедуру, например, известный у нас тут товарищ объявился, Зейналиев или кто? Хашин. Хашин Зейналиев. Да, я боюсь, что вот таких у нас много не было. С ним никто ничего не может сделать. Просто запрещают ему, штрафуют, а он власть слушает, да есть, работает. Поэтому в сторону ужесточения, в сторону отзыва лицензий у частных клиник, чтобы они при малейшем нарушении, они, вот эта процедура отзыва была гораздо упрощена. Вот эти моменты мы в том законе, этот рассматривается, он идет параллельно, тот закон. Вот. И в части ужесточения мы тоже будем в этом плане работать. Но правительство, я почему говорю, мы пугаем правительство, что мы будем протаскивать это через парламент, чтобы правительство подготовило свою часть работы, вот эти подзаконные акты. вот здесь у меня вот письма правительства есть, где они, вот это, вот это, вот это, вот это мы должны сделать, вернее, нужно сделать. Я у них спрашиваю, почему не делаете? Почему не делаете? Потом вот государственные два госпиталя, которые, два центра, которые занимаются на данный момент трансплантологией, кто им запрещает продолжать работу, так, чтобы охватили большая часть населения, да, побольше, чтобы насытить их оборудованием, те же ДНК-анализаторы, они должны быть закуплены, на это деньги жалеть нельзя. У нас, у нас, мы должны идти к тому, вот, Эйбар Мурза в начале разговора сказал, два процента на страховые отчисления в фонд обязательного медицинского страхования, это мало, я тоже согласен, что это мало. В Эстонии, например, 14 процентов, поэтому у них медицины на высоком уровне. У нас, я сторонник того, чтобы повысить это, объяснить людям, что вот эти два процента, это, считайте, что это ничто, это никаких отчислений нет, у них ресурсов мало, они не могут повысить, вот, сейчас затронута тема, что частники не идут на те тарифы, которые устанавливают в части страховой медицины, поэтому они не соглашаются, а нужно установить такие тарифы, нужно обеспечить такое поступление денег, и нужно обеспечить охват населения, чтобы у них было больше денег, чтобы они могли повысить тарифы, чтобы медицинская помощь была качественной. Я вам один пример скажу, интересный. Вот есть анализ деятельности в Таджикистане, например, да, вот, в прессе появилось, потом я дальше начал читать, кто эти данные привел, оказывается, действительно, официальные данные, там, какие-то исследования провели, и неофициальный оборот денег, неофициальный оборот денег в системе здравоохранения Таджикистана составляет 320 миллионов долларов. Я думаю, это мало, это самые заниженные. У нас не меньше. У нас тоже очень большой оборот, теневой оборот денег в системе здравоохранения идет. И вот развитие частной медицины, оно выведет из тени, выведет. Сейчас врачи, руководители лечебных учреждений, которые сидят в центре, крупные центры, крупные лечебные учреждения, они пользуются имуществом, фондами, которые предоставляет им правительство, теми преимуществами, но деньги уходят же не в бюджет, правильно? Они идут мимо кассы. И эти же руководители открывают свои центры частной клиники. Поэтому важно вывести вот эти средства из тени. Здесь очень, вот в этом контексте, я бы отчасти согласился, но как бы предложил бы и предлагаем мы другие вещи. ну, скажем так, мы все, начиная от президента, признаем, что основной поток денег в медицине государственной, он неофициальный. Вот, только что я, мама у меня в больнице лежит, пенсионер, которому должно быть все бесплатно, все равно что-то платит, там, какие-то лекарства докупает, да, вот, если об этом говорить, то мы должны, во-первых, признать, во-вторых, в государственной системе уже постепенно признавать официальные тарифы и пропускать через кассу, спецсчета, которые формируются в больницах, они должны более свободно распоряжаться, потому что там столько своих заморочек с использованием этих средств, часть должна направляться на зарплату, обязательный процент на развитие на технологии, на оборудование и так далее, то есть, это тоже вполне решаемый вопрос, и тогда и госнаши учреждения становятся конкурентными. Второй путь, почему не создавать на базе государственных медицинских учреждений акционерного общества и не вкладывать туда капитал участников, это тоже путь, который можно было бы. Постепенно вы можете вывести, есть страны, в которых нету государственных больниц вообще. Спасибо, Айбар, вам за то, что уделили время, пришли и обменялись мнениями, Айбар, кстати, спасибо, мы надеемся, что закон примет в пользу народа и общественности и будет учтена в пользу народа. Этого программа учреждает в прямом эфире нашего телеканала, оставайтесь с нами, не переключайтесь. До скорой встречи. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...